Крещение Как и полагается верующим, любое важное дело начинается с молитвы. Отец Илья, настоятель Ильинского храма Силаново-Ивановское, освящает воду в купелях и читает небольшую проповедь, где напоминает, что крещение – это не только прорубь, надо обязательно сходить в храм. Ну, прям действительно погода благоволит, если честно. Я вспоминаю свое первое погружение в Иордане. Было минус 27, я был в пятом классе, я это хорошо запомнил. А сегодня по нашим северным меркам тепло, так что вполне себе. Хотя вчера, казалось, было минус 17, минус 20, а сегодня прям, можно сказать, какое-то даже крещенское чудо, что ли. Пришли в первую очередь с Верой и взяли с собой, конечно, полотенчики, взяли с собой всю амуницию, рассереться. И, конечно, благостное настроение. В пакете только полотенца, растереться. Ярослав – человек опытный, уверен, что больше сюда ничего и не надо. Пришел с сыном, которому 16 лет. Столько же, сколько мужчина приходит на крещение к проруби. Здесь, говорит, и душа молодеет, и тело тянется с душой. Душа парит, и сейчас стоишь, и не холодно как бы тебе, да? Вот в этот момент ты как раз понимаешь, что бывает вот так, а бывает вот по-другому. И если не попробуешь, никогда не поймешь. Поэтому всем рекомендую. Комфортная погода сподвигла многих, кто и не планировал все-таки окунуться. Например, 11-летнюю Василису пришла за компанию с отцом. В душе хорошо. Я в первый раз купалась сейчас. Сначала было страшно, холодно сначала, а сейчас вроде бы телу тепло, но ты как-то трясешься что-то немножко. Люди в форме справа и слева от купели стоят здесь не для декорации. 11 сотрудников МОЗ «Облпошспас» и аварийно-спасательного формирования округа обеспечивают безопасность праздника. Когда человек заходит в купель, мы подстраховываем его и на выходе подстраховываем. Если что-то происходит, там, не дай бог, сердечный приступ, ноги сводят, мы человека быстро поднимаем из воды, достаем и передаем в карету скорой помощи. Прекрасное освещение купелей, настил, палатки для переодевания, горячее питание. Во всем этом нет ничего нового. Все это уже постепенно превратилось в стандарт проведения одного из главных православных праздников в нашей стране. Сейчас мы с вами слышим музыку. Звучит красивая народная русская музыка. Это тоже наш вклад в организацию крещенских купаний. Мы видим, как красиво оформлены места купаний. Все то, чтобы праздник был и на душе, и всем, кто принимает в нем участие, было комфортно. Всего в городском округе было организовано 11 мест для проведения крещенских купаний. Как сообщают спасатели, ни один человек не обратился за помощью. Все прошло благополучно. Тимур Гайсин, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...